МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Несмотря на то, что подавляющее большинство предложений, безусловно, будет поддержано, законопроект содержит риск монополизации, монополизации рынка строительства и рынка крупных ремонтов со стороны некоторых организаций, близких к власти. Мы на это указали при рассмотрении закона первом чтении. Сегодня попробуем внести соответствующую поправку с голоса и по результатам ее рассмотрения примем решение о дальнейшем голосовании. Сегодня же будет рассмотрен вопрос о введении так называемых кредитных или ипотечных каникул для заемщиков, которые берут ипотеку без цели ведения предпринимательской деятельности. Отработан ряд вопросов, которые вызывали споры, однако остается самым главным и нерешенная одна проблема. Проблема того, что данные ипотечные каникулы будут применяться исключительно для тех, кто взял ипотеку впервые. То есть для огромного числа наших граждан, которые в настоящее время находятся в тяжелой ситуации, возможность применения полугодовой льготной системы, к сожалению, отсутствует на сегодня. И, опять же, ко второму чтению эти изменения не внесены. Но наибольшие опасения у нас вызывают, безусловно, законопроекты, которые будут рассмотрены сегодня в первом чтении. Речь идет о очередной коррекции нашего выбранного законодательства, в частности, о введении первых цифровых участков в городе Москве, на которых лица, которые в данном случае находятся за пределами своих избирательных участков, смогут голосовать на довыборах депутатов Государственной Думы, на выборах депутатов-субъектов, соответственно. И второй момент, второй закон – это вопрос о дистанционном голосовании, который может быть применен в качестве эксперимента и будет применен в качестве эксперимента на выборах депутатов в городской думе в городе Москве. Сразу скажем, что несмотря на то, что законопроекты подаются как некое такое исследование современным тенденциям развития цифровых технологий, они содержат огромное количество рисков. В данном случае не прописано, к сожалению, четко всего механизма, как будет осуществляться голосование как в первом, как и во втором случае, каким образом будет передаваться информация, каким образом будет производиться идентификация, каким образом соответствующие наблюдатели, члены участковых комиссий с правом совещательного решающего голоса получат информацию о всех этих передвижениях электронных, про которые мы говорим. Ну и самое главное, после выборов во Владивостоке у нас нет никакой надежды и особой веры в систему ГАЗ-выборы. Я напомню, что именно эта система была грубо взломана и результат на 20 с лишним участков в городе Владивостоке и Приморском крае были переписаны. Причем ответственности за это до сих пор никто не понес, а мы прекрасно понимаем, что столь грубое изменение системы ГАЗ-выборов было невозможно без соответствующей санкции из Центральной избирательной комиссии. В этом смысле фракция КПРФ будет голосовать против обоих предлагаемых так называемых законов о цифровом голосовании. Мы выскажем свои доводы, будем, безусловно, предлагать поправки, но считаем, что в нынешнем виде, в том варианте, в котором они внесены, это абсолютно пустой закон, это закон, содержащий огромное количество рисков и, безусловно, при его принятии и последующей реализации недоверие граждан к избирательной системе только возрастет. Вопрос, который касается изменений в 74-ю статью закона о Центральном банке Российской Федерации, эти изменения предусматривают увеличение штрафных санкций за проведение сомнительных операций кредитными организациями. На сегодняшний день, если мы посмотрим, то такие штрафные санкции получаются совсем минимальны, то есть от 0,1% минимального уставного капитала кредитной организации до 1%. Если посмотреть по суммам, то получается, что в суммах совсем небольшая цифра для банка, начиная от 90 тысяч рублей до 10 миллионов – это очень небольшая сумма. Но есть другие ограничения и запреты для кредитных организаций, которые занимаются выводом капитала за рубеж на иностранные счета. Это разные ограничения и запреты. И вот что сегодня предлагает Центробанк – увеличить штрафные санкции, тем самым минимизировав вот эти запреты и ограничения. Мы считаем, что кредитные организации всегда могут свои средства, которые они будут отдавать в виде штрафов, вернуть через те же самые проценты по кредитам из карманов наших граждан. Поэтому мы считаем, что это полумера, и эта полумера никоим образом не остановит отток капитала из нашей страны. Я позволю себе напомнить, что за 2018 год такой отток капитала составил 67,5 миллиардов долларов. Вообще, это в 2,7 раза больше, чем в 2017 году. Более того, Центробанк выдал прогноз на 2019 год. По прогнозу Центробанка из страны должны вывести, ну, наверное, не более, как они предполагают, 20 миллиардов долларов. Ну, естественно, благодаря тем заградительным мерам, которые сегодня Центробанк предпринимает. Однако, я хотела бы разочаровать тех, кто поверил этим прогнозам. Дело в том, что за первые два месяца 2019 года отток капитала составил уже 18,5 миллиардов долларов. Поэтому вот такой прогноз, конечно, не оправдается. Сколько денег будет выведено из страны, и в этом году сказать трудно, но никаких заградительных барьеров для этого практически наша власть и Центробанк не предусматривают. Более того, как правило, эксперты говорят, что отток капитала связывается с повышением или увеличением доходов нефтяных и газовых компаний. Давайте посмотрим, например, «Газпром». Ну, в этом году, за 2018 год, вот цифры обнародовали, значит, это, наверное, ну, колоссальное увеличение стоимости одной акции «Газпрома», ну, где-то до 11 рублей. А что в итоге получается? Что к середине лета «Газпром» может выдать в качестве дивидендов своим акционерам, а мы знаем, что в числе акционеров полным-полно иностранных граждан, которые наживаются на национальном богатстве нашей страны, порядка 246 миллиардов рублей. Я хочу просто в сравнении сказать, что на программу строительства школ 85 регионов получат 25 миллиардов рублей. Ну, и хотела бы отметить еще, что вот где брать деньги? Вот что считает нужным Центробанк сделать, чтобы остановить отток капитала, и деньги пошли в экономику? Не олигархов ограничивать, считает Центробанк, а нужно вытаскивать эти деньги из карманов граждан. Я считаю, что в Минфине обсуждался закон, который впоследствии может быть внесен, но я думаю, что об этом нужно говорить заранее. Это закон о 6% дополнительного налога на наших граждан к имеющимся 13% НДФЛ, во-первых, и во-вторых, к 22% которые накладываются на фонд оплаты труда в отчислении в пенсионный фонд. Что мы получим в сухом остатке? Получим, что к 13% НДФЛ мы еще 6% добавляем индивидуального пенсионного капитала. Вот когда шло обсуждение на коллегии Минфина, министр финансов сказал, что это будет здорово, что вот эти деньги будут работать на экономику нашей страны и что они позволят увеличить ВВП на 1,5%. Центробанк Эльвира Сахипзадовна Набиулина сказала, что сегодня экономика задыхается без длинных денег, то есть у нас краткосрочные кредиты, краткосрочные инвестиции, а естественно это не приводит к развитию экономики. Следовательно, сегодня они предполагают, Центробанк предполагает, что вот эти деньги могут вполне стать длинными деньгами для развития экономики. Весь вопрос только в том, откуда возьмутся эти деньги. Не из тех дивидендов, о которых я вам говорила, не из сверхприбыли олигархов, не от того, что будет поставлен барьер оттоку капитала из страны, а именно из карманов граждан. Поэтому вот политика нашего государства, она и вызывает негодование и протестное настроение населения. И никакими законами о суверенном интернете, никакими законами о каких-то нововведениях, избирательных законах, избирательном праве и так далее, вот это не поможет, потому что люди знают, люди видят, они на собственных карманах ощущают экономическую политику нашей страны. И я думаю, что вот в ближайшее время мы увидим рост протестных настроений. Это во-первых. А во-вторых, все-таки правительству Российской Федерации, президенту Российской Федерации нужно задуматься о внутренней политике в нашей стране. Дальше так продолжаться не может. И поэтому сегодня нужны кардинальные изменения, которые предлагает наша фракция Коммунистической партии Российской Федерации в нашей программе «Десять шагов». Коммунистической партии Российской Федерации